привет не знаю насколько меня видно или нет я банан сейчас только что я вышла из спортзала нового пошла я по пригласительному билету такой шикарнейший спортзал это просто ох поплавала просто я взяла два класса кардионагрузка потом пошла я в сауну потом пошла в бассейн сейчас из душа лень мне было уже просто энергии никакой нет сил нет на сушку волос у нас потеплело не страшно пью водичку ем бананчик еле-еле перекачиваюсь домой расскажу об этом спортзале как-нибудь попозже но вот такой вот отчет перед вами классно мне очень понравилось почему я так раньше не делала не знаю все чао пока всем приветики вот замучилась перемирила уже столько всего чего я накупила вроде бы недавно все висит на мне как будто ну не знаю очень обидно вроде бы должна я радоваться да что все так я более миниатюрная изящная стала но я все покупала супер длинная какой-то наверно был комплекс комплекс полноты хотелось как-то скрыться и все у меня какой-то длинная какие-то балахоны я не знаю что мне делать еле-еле вот нашла такое вот платьица но вроде бы никакое но в нем еще не так ужасно я выгляжу что вот я еще дело такой вот нелепой к нему красный пояс кстати она здесь вязаная сейчас я попробую показать вам как это выглядит секундочку секундочку не знаю вот здесь такая вот вязаная вставочка еще не видно что он так безобразно на мне как бы балахонисто сидит вот короче не знаю что мне делать со всем моим шкафом будем что-нибудь думать может быть на ebay это все размещу но посмотрим вот собираюсь я на ужин и потом нас пригласили к подружке короче у него там день рождения посмотрим попробую я что-нибудь снять может быть получится может быть нет давно и не выпрямляла волосы когда у меня вот этот эффект омбре мне конечно нравится их завивать потому что так получается более красиво когда вот эти вот все переходящие цвета становятся как-то и одним локоном но по моему так тоже не особо плохо хочу я подкраситься хочу добавить какую-то блондинистость вот здесь где-то как-то хайлайт хочу сделать у лица очень часто я люблю так убирать хочется чтобы такие вот пряди какие-то супер супер золотистые как-то выглядывали освежали мне кажется будет неплохо ну все осталось мне одеть ботиночки на на не ботиночки сапоги прогуляться собачками я пошла и и все кстати хочу приобрести какой-нибудь красную помаду у меня есть супер дико такая вульгарно красная все-таки мне кажется она мне не очень идет ну и так губы немаленькие и макияж глаз не всегда такой нейтральный получается вообще чересчурщина поэтому я наверное приобрету или типа руби вуз мак или ну что нибудь более такой вот вишнево-красная ногти я все время не делаю потому что все время что-то готовлю а то просто бедство какое-то все а кстати покажу сейчас смути который я сделала по сквачку сейчас я вам покажу его он пошел он пошел стричься и вот такой вот смути я сделаю из тут кейл овощ бананчик яблочкой игрушка и водичка и все здесь мы кушали вот такие вот лесные орешки все до скорых встреч вот я так элегантно выгляжу хэлло ютубс хэлло ютубс хэлло ютубс мы направляемся в начало ресторан потом гости хэлло ютубс хэлло ютубс Я уронила одежду на пол. Кто-то быстренько сообразил, что делать с этой ситуацией. Ну, девонька, тебе удобно? Я рада. Холодрыга-то какая! Хочется укутаться у камина с чашечкой чая, с медом, с собачками. Но нет, заставляю я себя идти в спортзал. На ночь глядя. Без косметики. Не пугайтесь. Надеюсь согреться на тренажере. Хочу, кстати, поделиться таким секретиком с вами. Для некоторых это, наверное, не секретик. Но для меня, я вспомнила, это очень-очень-очень хорошо работает. Тем более, сейчас зима, если не хочется выходить в такую лютую, вообще в лютый холод, предлагаю такое упражнение. В очень многих спортзалах есть такая автоматическая машина, типа вы ходите, не беглая дорожка, а такая вот штука крутящаяся, как будто вы ходите по ступенькам. И вот эти все ступеньки вращаются как-то вокруг, и вы можете там ходить с той этажей, типа такой станок. Но я не знаю, как это объяснить, типа вот, не знаю, типа вот такой вот дорожки, только лестница. Короче, что я делаю? Я, поскольку здесь, в домашнем моем спортзале, нет такой машины, я иду до самого высокого этажа. В нашем доме примерно их 30 с чем-то. Давно я это не делала. В моем предыдущем доме я ходила до 20 с чем-то, не помню, 20 какого-то этажа. И иногда по несколько раз. И действительно результаты просто, ноги горят, попа горит. Вот эта вот область живота тоже все горит. Короче, не обязательно выходить в холод, не обязательно покупать какой-то тренажер. Просто даже если вы живете не в высотном доме, даже если в вашем доме там 8 этажей, туда-сюда, 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 и попробуйте. Именно с музычкой не обязательно можете взять с собой водичку какую-нибудь, в бутылочке. И увидите результаты. И, кстати, если это уже становится вам легко, то через ступеньку пробуйте ходить. Потом через две ступеньки. И просто вы увидите, вам будет намного легче ходить по улице, намного легче бегать, намного легче бегать за автобусом. Ну, короче, вы действительно увидите результаты. Поэтому хотела поделиться, потому что сейчас я иду как раз заниматься на лестницу. После лестницы я приду уже обратно в спортзал и буду продолжать свою зарядку. Всё, пока. Вот мы с вами у лестницы. Пошли наверх. Побежали. Так, мы с вами на десятом. Ещё осталось двадцать. Фух. Пошли. Лестницы такие крутые, я бы сказала. Фух. 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 Ещё чуть-чуть. Ещё чуть-чуть. И мы там давно я это не делала. Ну, примерно год. Завтра повторю это упражнение. Только быстрее, меньше перерывов. И через неделю половину этих этажей я буду перескакивать ступеньку, перешагивать ступеньку. А потом, через пару недель уже можно бегом, там, половину, да, этой первой десять этажей. Короче, вот так вот мы наращиваем себе мышцы и скорость и прочее. Всё, побежали дальше. Всё, побежали дальше. Ещё пару этажей. Вот наша новая соковыжималка. Выдавила я сюда и свеклу, и морковку, и сельдерей. Сейчас я яблочки положу. Они красные от свеклы. Всё красное. Очень много я нахренючила сюда фруктов и овощей. Но, как вы видите, в отличие от блендера, очень-очень здесь мало, на самом деле, сока. Весь жмых идёт сюда. Короче, эксперимент первый. Сейчас будем с вами пробовать, как это всё будет выглядеть и на вкусовые качества, как это будет нам понравиться или нет. Ну, и так продолжим наш процесс. Вот наш кровавый сок из-за свеклы. Сейчас будем пробовать с вами. Я только из спортзала. Потрясающий вкус. Потрясающе. Свекольно, яблочно, сельдереевский какой-то. Не знаю, не могу передать, но свежесть. Очень-очень вкусно. Потрясающе. Такое пить можно каждый день. И нужно, наверное. Может, мои синяки тоже с этим уйдут. Всем привет. Решила я попробовать новый спортзал. Дали мне пригласительный бесплатный абонемент. Взяла я только что, участвовала в двух классах. Не знаю, теперь надо сравнивать и присоединяться к какому-нибудь спортзалу. Но не знаю к какому. Я хочу как бы брать много классов. Я понимаю, у меня бесплатно есть в доме, да. Но как бы тяжело самой заниматься на одной или на двух тренажёрах каждый день. Надо какое-то разнообразие. Хочется. Поэтому посмотрим. Такая я распаренная. Жарко. Сейчас на улицу. Может быть, завтра ещё приду поплаваю утром. Посмотрим. Ну вот. Фух. Пошла я. Пока. Пока. Тебе. 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 出來. Пока. Слатья. Чак china. Субтитры сделал DimaTorzok Пришла огромнейшая посылка Сейчас я вам покажу ее Паскваль думает, что это в ней Я знала, что И сказала ему, что это его подарок на Рождество Сейчас вы увидите Размер этой посылки Он так обрадовался Я говорю, ну ладно, разрешу я тебе посмотреть в нее До Рождества Он побежал ее вскрывать И был, конечно же, разочарован Сейчас я вам покажу, что в ней лежит Вот такая огромнейшая длинная посылка А в ней Вместо пасквальчиков и подарков Целая огромная штуковина Туалетной бумаги Да, вот такие